Итак, продолжим создание нашей примитивной кнопки. И в данном видео мы будем создавать, писать код для этой кнопки. Писать код мы будем на временной шкале, в первом кадре временной шкалы. Писать код мы будем в специальной панели действия, actions. Для начала мы создадим экземпляр класса btn. Этот класс мы создали в предыдущем видео для кнопки. Создание экземпляра класса начинается с ключевого слова var. var. Дальше идет имя нашего экземпляра. Назовем btn с маленькой буквы. btn. Двоеточие. После двоеточия мы должны указать название самого класса. Класс у нас называется btn, но btn с большой буквы. btn, равно, new. Оператор new как раз и указывает, что мы создаем новый экземпляр класса. И снова повторяем имя нашего класса. Хорошо, экземпляр класса мы создали. Протестируем, что у нас получилось. Как видим, на экран у нас ничего не добавилось. Это вполне закономерно. Так как наш экземпляр мы не добавили в список отображения. Добавить экземпляр класса в список отображения можно с помощью специального метода addChilt. То есть, в буквальном переводе добавить ребенка. Пишем addChilt. В качестве параметра addChilt принимает имя нашего экземпляра класса. Наш экземпляр класса называется btn. То есть, addChilt btn. Тестируем. Как видим, экземпляр нашего класса кнопки добавился на экран, но добавился он в нулевые координаты. 0 по x и 0 по y. Это не всегда приемлемо, поэтому изменим положение нашей кнопки. Изменить положение кнопки по оси x и по оси y можно с помощью свойств x и соответственно y. пишем btn.x равно переместим нашу кнопку по оси x на 50 пикселей. btn.x равно 50. То же самое проделаем по оси y. btn.y равно для разнообразия поставим 100. Протестируем. Хорошо, кнопка переместилась в новое положение. Соответственно, 50 пикселей по оси x и 100 пикселей по оси y. Дальше непосредственно добавляем интерактивность нашей кнопки. То есть, делаем нашу кнопку слушателем события. И делаем это с помощью специального метода от eventListiner. Для этого снова берем имя нашего объекта, имя нашей кнопки btn и пишем addEventListiner. AddEventListiner имеет два обязательных параметра. Первый параметр – это тип события, которые будут как раз и слушаться нашей кнопкой. Мы будем слушать события мышки, то есть mouseEvent. mouseEvent включает целый ряд разнообразных событий. Мы будем слушать одно из них. А это клик. То есть, конкретно мы будем слушать клик по нашей клавише. В качестве второго параметра указывается имя функции, которое будет вызываться каждый раз, когда пользователь будет кликать по нашей кнопке. Пусть у нас будет функция называться func. Далее мы создаем саму функцию, которую мы только что объявили. Функция создается с помощью ключевого слова function. После function надо указать имя нашей функции. Наша функция называется func. После имени функции следует сперва простые круглые скобки, а затем фигурные скобки. А, простите, фигурные скобки. В круглых скобках мы пишем следующее. Пишем event, двоеточие, и указываем тип события. В данном случае мы эту возможность, правда, не будем использовать, но в других случаях она бывает очень полезной. Кроме этого, после круглых скобок также необходимо указать тип возвращаемого функции значения. В нашем случае функция ничего не будет возвращать, поэтому пишем void, двоеточие, void. Теперь внутри фигурных скобок располагается так называемое тело функции. И здесь как раз помещаются те команды, которые будут выполняться каждый раз при наступлении события. при клике на нашей кнопке. Давайте в качестве события воспользуемся переходом на следующий кадр, на второй кадр. Переход на следующий кадр осуществляется с помощью такой команды, как go to and stop. Мы, например, хотим перейти с первого кадра на второй кадр. Соответственно, go to and stop на второй кадр. В качестве параметра указываем 2. Также, чтобы ролик сразу же не перешел на второй кадр, а остановился именно на первом кадре, мы вводим специальную команду stop. Stop остановит проигрывание ролика в первом кадре. Мы только что приказали по клику мышки перейти на второй кадр, но второго кадра у нас нет, поэтому мы его создаем. На временной шкайлу переходим и жмем F6. Создается второй кадр. Для того, чтобы отличать второй кадр от первого, добавим во второй кадр какое-то визуальное наполнение. Например, так и подпишем. Второй кадр. Проверим, что у нас получилось. Итак, сейчас мы оказались в первом кадре. Причем, воспроизведение ролика остановилось именно в первом кадре. Теперь нажмем на нашу кнопку и перейдем во второй кадр. Надпись показывает, что мы очутились во втором кадре. При этом сама кнопка у нас продолжила свое существование во втором кадре. Хотя, это не всегда нам необходимо, но и это можно исправить, удалив кнопку сразу же после ее использования. Но об этом позже. До свидания. Спасибо за внимание.